В эфире программа «Поехали!» В эфире программа «Путешествия по Владимирской области» И сегодня мы едем в Иваново Программа «Путешествия по Владимирской области» И не только, а едем мы на новёхоньком GN8, который приехал к нам в Россию только в июне этого года Сегодня всё об этом автомобиле нам расскажет Никита Никита, здравствуй! Здравствуйте! Ну что, поехали? Поехали! Поехали! Устраивайтесь поудобнее, хочется сказать Когда вы видите GN8 Полностью автоматические сдвижные боковые двери Эксклюзивные капитанские кресла Роскошный экстерьер Продуманные технологии, ориентированные на человека Неизгладимые впечатления начинаются с простой операции Открытия и закрытия двери Э-э-э! Дорога долгая! За мной здесь рядышком поедет вкусный и полезный перекус от компании «Далавант». Нет, так не пойдет. Ну ладно. Правильный хлеб рождается в поле. Качественная продукция – заслуга целой команды профессионалов. От земли до печи. Владимирский хлебокомбинат. Свежий взгляд на добрые традиции. Предприятие входит в единую группу компании бренда «Далавант». Ну что ж, до Иванова нам ехать полтора часа, и все это время мы будем говорить об автомобилях. Первое, вот со входом можно сказать про этот автомобиль. Автомобиль в своем классе может сказать «агент» на российском рынке в такой ценовой категории. Так понимаю, что легким движением руки она из семиместной превращается, ну, не дать не взять практически в грузовой, такой полугрузовой вариант, потому что появляется огромнейший отсек для перевозки чего-либо. То есть пять мешков картошки войдут, несомненно. Да, все верно. Смотрите, сиденья складываются легким натяжением, можно сказать, рычага, в который сиденья складываются в круговой оборот. Появляется большое место в багажнике, соответственно, места пассажиров уменьшаются. Их остается всего четыре, но багажник становится достаточно большой. То есть второй ряд сидений не складывается или тоже складывается? Второй ряд сидений остается на месте. Остается на месте. Складывается только третий ряд сидений. Можно сложить их в ровный пол и сложить полностью. Сиденья из автомобиля не вытаскиваются совсем. Автомобиль оснащен тревозонным климат-контролем. При этом у него стоит двухлитровый турбодвигатель 190 лошадиных сил. У восточных друзей это будет 201 лошадиная сила. К нам в Россию он поступил немного придушенный из 190 лошадиных сил. Японский автомат Айси. Самая надежная коробка. Смотрите, на автомобиле установлена многорычажная подвеска. Она хорошо отрабатывает все ямы, все обочины. Но, соответственно, ситуация в сильной бездорожье, в грязь на переднем приводе я бы не советовал. То есть клиренс сделан больше для асфальтного покрытия. Это 180 миллиметров. Поэтому все-таки лучше ехать по ровной дороге. По расходу все зависит от манеры езды. Вообще производитель заявляет, что расход будет 9 литров. Если быть точнее, это 8,9. Смешанный. Да, это смешанный расход. Но город будет достигать порядка 10 литров. Расход на трассе можно ориентироваться на литров 7-7,5. По Владимиру автомобилей достаточно мало. Потому что у данного бренда география очень большая. Это Нижегородская область, Московская область. И были города Яркутск, Республика Коми. То есть автомобили уходят в разные города, в разные километражи. То есть из Коми кто-то целенаправленно приехал во Владимир и приобрел? Да, поступает звонок. То есть есть в наличии какой комплектации, по какой цене. То есть люди в основном звонят уже все начитанные, уже все насмотренные, там, видеообзоров на Ютубе. И конкретно приезжают за автомобилем, который они хотят. У автомобиля есть три комплектации. Это комплектация люкс. В принципе, более базовая. Она начинается от 2 миллионов 599 тысяч. Там будет только светлый салон. Салон будет комбинирован. Это ткань и кожа. Двери будут механические, которые на данной комплектации открываются электроприводом. Престиж, который начинается от 300, это будет комплектация более хорошая для России, для комфортных поездок в Крым, на отдых. В ней уже будет доступен черный салон. То есть уже будет кожный салон из натуральных кожи. Будет электроприво всех сидений. Добавляется, соответственно, вентиляция сидений, массаж задних кресел. Добавляется подогрев передних сидений, подогрев задних сидений. USB-зарядки в каждом сидении? USB-зарядки есть только для задних пассажиров. И передние... для передних пассажиров находятся в подлокотнике. Также подключение по CarPlay очень удобно для поездок. Удобно, чтобы вывести свой телефон на экран, послушать свою музыку. В принципе, все довольно комфортно. И посмотреть кино? Ну, возможно, посмотреть какие-то видео. Комплектация называется премиум. Это будет 3600, ценник за автомобиль. Добавляются задние ЖК-дисплеи для задних пассажиров. Диагональник будет 10.1. Там есть то же самое, что у нас. Там будет DVD-проигрыватель, будет USB-подключение. Соответственно, будет вход под наушники. Сзади уже будет розетка 220 вольт. Беспроводная зарядка, получается, у нас будет для передних пассажиров. Всегда под рукой. Очень удобно, чтобы не путались провода, не путались AUX-подключение, как в более старых автомобилях. Соответственно, задние сидения будут с массажем. Добавляется адаптивный круиз-контроль. Некоторые функции безопасности, такие как предупреждение о выходе с полосы, предупреждение о фронтальном столкновении. То есть, если вдруг что случилось, что вы выехали, не увидели машину, где-то за поворотом, автомобиль все сканирует и вас предупреждает, что нужно перестроиться обратно. Соответственно, адаптивный круиз-контроль вещь удобная. Держит автомобиль в своей полосе, не дается ехать на обочину и навстречу. И, соответственно, контролирует дистанцию между впереди движущимся автомобилем. В принципе, все функции в этой комплектации закончились. Все, что... Да, в принципе, уже захотелось купить после всех этих слов. Приезжайте, будем выбирать, что вам лучше. Иваново. Город, основанный в 1871 году, если верить Википедии. На берегах реки Увадь. Население более 400 тысяч человек. Что будет побольше Владимира, как вы понимаете? Нет, еще другие есть. Кроссоверы есть. Они по два, по полтора миллиона. По миллиону. Ну что ж, спасибо, Джейн 8. Вот мы и в Иваново. Зачем приезжают в Иваново? Ну, конечно же, за текстилем, ну и за медициной. Ну, конечно, да еще за невестами приезжают. Нет, у меня тут это надо присмотреть. У меня тут Санек не женат. Мы приехали в клинику ЖНЕС. Клиника специализируется на, внимание, хирургии, урологии, флебологии, гинекологии, косметологии и еще куча-куча-куча на чем. Сейчас мы поговорим с доктором Михаилом Олеговичем, и он нам подробно обо всем расскажет. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в клинике ЖНЕС, особенно жителей Владимирской области, которые частые гости в нашей клинике. Наша клиника специализируется на оказании технологичной современной медицинской помощи на хирургии одного дня с быстрым восстановлением по профилям флебологии, хирургии, лор-болезни. А также по косметологии у нас есть замечательный лазер, который и помогает в том числе нам для лечения вен, а также косметологам для лечения разнообразных заболеваний кожи. Михаил Олегович Пузырёв длительное время работает сосудистым хирургом и занимается в том числе вопросом лечения варикозной болезни. Да смотри! А, и всё. Думала, я лазерную эпиляцию делаю, это болеет. Он имеет большой опыт работы во Владимирской области и не понаслышке знает о медицинской ситуации. Несмотря на наличие у нас во Владимире хороших докторов и лечебных учреждений, в целом получить качественную медицинскую помощь не всегда возможно. Наверное, поэтому в клинике ЖНС так много пациентов из Владимирской области, в том числе получивших медицинскую помощь бесплатно, бесплатно по полису ОМС. Мы с вами выявили определённые заболевания, которые могут сопровождаться определёнными осложнениями, в частности, образованием тромбов в этих варикозных венах. Соответственно, это заболевание надо каким-то образом лечить. Как в клинике мне могут помочь? Ну, я вам предложил бы эту вену соперировать в нашем распоряжении современной технологии, которая позволяет это сделать без разрезов, из проколов, лазером. Эта методика называется эндовенозная лазерная коагуляция. Её суть в том, что в изменённую вену специальным образом заводится лазерный световод, и лазерным световодом эта венка полностью коагулируется, то есть как бы лазер её залипает. Раньше была такая, теперь уже, наверное, больше фашистская методика, когда эту вену выдирали, как говорят наши пациенты. На самом деле, аккуратненько вытаскивали доктора, говорят. Но пациенты к этому относятся. Да, у этой методики основной недостаток в том, что были большие гематомы, синяки, говоря народным языком, и более длительный период восстановления. Людям приходилось лежать в больнице. То есть после чудесного лазера я на следующий день могу пойти своими ногами делать свои дела? Ну, на самом деле, вы даже в этот день сможете пойти делать свои дела, но мы всё равно, поскольку находимся в больнице, чтобы спать спокойно, мы вас всё равно оставим на ночь, понаблюдаем за вас, и только утром, всё рассказав, всё объяснив, отправим домой. Вот так вот приедешь в ванного здоровым человеком, а уедешь человеком, которому нужна операция. Но всё, что не делается, всё к лучшему. А сейчас мы направляемся в торговый центр «Рио», где нам обещают просто нереальный выбор всего того, что сделано из ткани. В торговый центр «Рио» приезжают со всей страны, ни дать, ни взять, потому что именно здесь вы можете найти товары не только от ивановских фабрик и производителей, но также товары от других производителей из других регионов и стран. Саня, а что сегодня такая красивая, да? А потому что она не метелица. Осень. Прекрасное время года, чтобы создавать свою новую историю. Верхняя одежда в метелице – то, что вдохновляет меня. В торговом центре «Рио» всегда ажиотаж. В любое время суток здесь полно народу, потому что здесь представлена продукция более 700 фабрик-изготовителей. И весь октябрь скидки 30%. В шоппингу быть, совмещая приятное с полезным, мы решили немножко затариться. Тем более, что у всех покупателей «Рио» есть шанс выиграть 1 миллион рублей. И для начала пройдёмся по постельному белью. Баскетбольная тема! Так, чё лучше? Значит, черепашки-ниндзя? Или вот поп-рокстар в розовом стиле? Ну, нет, взяли одну с баскетболом, значит, надо взять вторую для девочек. Пошли дальше. Господи боги! Я на всю жизнь сейчас себе накуплю постельного белья. Надо бежать отсюда. Скорее бежать. Хит сезона – это фэмили. Фэмили-лук. Ну что ж, моя хорошая, ты любишь авокадо? И не только подушки, одеяло, покрывало, но и специализированную одежду, например, для врачей, строителей, одежду для охоты и одежду для рыбалки. Ну и, естественно, огромный выбор трикотажных и чулочно-носочных изделий. Это мой размер. Я тебе преподам пример. Ты уже готова? Yes, sir! Мама, мама, почему я такой маленький? Потому что надо было больше каши кушать. Каждое изделие в торговом центре Рио проходит тщательную проверку. В центре работает специальная лаборатория качества. Таким образом, администрация центра защищает знаменитый бренд «Ивановский текстиль» от возможного контрафакта. Гребенщиков пел «Нежность воды надежнее всего, что я знаю». Но это он просто не трогал «Ивановские пледы». Дайте два, пожалуйста. Вау, какие классные! С ума сойти! Если бы я покупала себе рюкзак, то он был бы таким. Ты посмотри, а! Мне кажется, в таких сапогах можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. Они мега модные. Рио предоставляет очень удобную услугу. Видите, вот сколько здесь люди покупают просто тачками. И чтобы все это более компактно отвезти домой, есть специальная услуга. «Похудеть за 30 секунд». Торговый центр «Рио». Обращайтесь. Когда я была маленькой, я думала, что магазины «Штор» это магазины для невест. Купи все по оптовой цене. Купи, пожалуйста, потому что у меня уже кончаются деньги. Если вы задумали выиграть миллион, то выбор полуфиналистов розыгрыша происходит каждый понедельник в 19.50 в режиме онлайн-трансляций на сайте «Рио» и в социальных сетях. Полуфинал розыгрыша состоится 29 ноября. По его результатам будут известны имена счастливчиков, которые 12 декабря в финале поборются за 1 миллион рублей от «Рио». Не упустите свой шанс. Приезжайте в «Рио» и «Ваново». Участвуйте в розыгрыше и выигрывайте. Спасибо, «Рио». Ты порадовал как никогда. Мы обязательно вернемся и вам советуем, потому что миллион очень ждет своего обладателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова